Новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире Цены Западной Армении. Гор Абадзян. Вопросы армян в Западной Армении. 100 лет после Лозаннского договора. Новости Западной Армении. Фритом Хаус обращается в Баку с призывом. Адвокаты Семиранта Динька обратились в Конституционный суд. В Китае открылся первый павильон Армении. Абадзян Гор Аршалусович родился 29 апреля 2001 года в селе Лернопад Ларийской области Республики Армения. В 2019 году поступил на службу в Джаракане, получив специальность разведчика, далее пулеметчика. Сестра Гора Гуарик рассказывает. Гор позвонил утром 27 сентября, сказал, что хочет услышать наш голос. Началась война, возможно, я не смогу позвонить. Позвоню при первой же возможности. Последний звонок был от Гора 2 октября. Брат был очень взволнован. Противник подорвал войскую часть Джаракана, где находились 400 призывников. Попросил меня позвонить родителям одноклассника, узнать, есть ли у них весть о друге, так как одноклассник был из войской части Джаракана. С первого дня войны Гор был на передовой. 2 октября 40 дней новостей от Гора не было. Тело было передо судебно-медицинской экспертизой 21 ноября. По нашим сведениям, оно было увыковечено 4 октября. Абазян Гор Ашалуйцевич погиб 4 октября, не покинув боевую позицию из сослуживцев. Проблема языка или в частности языковой ассимиляции существует в повестке националистических сил в первых лет основания турецкого государства. В 1925 году в турецких газетах велась пропаганда. Помимо призывов покупать турецкие товары, пользоваться турецкими магазинами, четко отмечалась, не отвечая тем, кто не говорит по-турецки. В 1926 году на конференции «Турецкие очаги» вопрос использования в турецком государстве прочих языков, кроме турецкого, был предметом острых обсуждений, где звучали российские агрессивные по своему характеру выступления, также конкретные предложения. Турецкие власти активно вовлекли националистическую молодежь в кампании языковых репрессий против других наций, в основном христианских меньшинств. Использование молодежи в вопросе осуществления преследований националистического характера должно было стать традиционным и превратить в один день наиболее часто используемых методов турецкого государства. Как отмечает специалист по различным проблемам национальных меньшинств Турции Рафат Бали, 13 января 1928 года на ежегодном форуме Студенческого совета юридического факультета Университета Стамбула были обсуждены вопросы распространения турецкого языка и повышения уровня туркоязычности в стране под лозунгом «Соотечественник, говори по-турецки», который и стал названием политики преследования, длившейся десятилетиями. После провозглашения данного лозунга началась цепочка ксенофобии и отрицания, мишенью которых были армяне. В январе 1928 года в районах, где проживали армяне, в общественных местах в транспорте были вывышены надписи «Соотечественник, говори по-турецки». Группы националистической молодежи входили в транспорт на корабли, делая замечания тем, кто не говорил по-турецки. Мероприятие в основном проводилось в Константинополе и в других городах, где еще присутствовали представители национальных мишист. Это применялось по примеру отношений к евреям, живущим в Ядирне и Измире. Лузанна для Армении синоним дополнительной пощечины, клочок бумаги и решимый взять справедливость в свои руки. Мирный договор, заключенный между Кемалийской Турцией и союзниками столицы Вак-Антона, в 1923 году заканчивается всеобщей декларацией об амнистии в качестве приложения к основному тексту. Преступления, совершенные всеми сторонами в период с 1914 по 1922 год, не будут наказаны. Все они обречены на забвение. В Европе, несмотря на требования диаспоры, дискуссия о возможном судебном решении о геноциде внезапно угасает. Армянский вопрос похоронен в зародыши. Есть ли у преступления против человечности срок годности, спрашивает армянский историк Рубен Сафрастян. В составе неофициальной армянской делегации во главе с Повосом Нубаром в Лазане присутствовал его двоюродный брат, дипломат Аршак Сафрастян. Армянские дипломаты, пришедшие на признание дела и реализацию положения северского договора, не будут иметь права голоса. Беспомощные они могли лишь наблюдать за дискуссиями на нейтральном языке между турецкими представителями и союзниками, которые до 17 июля 1923 года заставляли их поверить в возможное возвращение. Армяне были преданы забвению. На территориях, прилегающих к селу Кабас-Сакал, района Дуль-Кады-Реглу, провинции Мараш, вспыхнул лесной пожар. Для тушения пожара на место происшествия прибыло большое количество пожарных и водометов. На данный момент повреждено около 30 гектаров лесного покрова. Работы по тушению пожара продолжаются как по воздуху, так и по суше. Ветер, к сожалению, способствует распространению пожара. Из-за пожара в населенных пунктах эвакуировали несколько человек. В районе Сист-Киликии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло около 8.44 утра 25 июня. Подземные толчки зафиксированы на глубине 11-27 километров. Землетрясение ощущалось в прилегающих районах Систа. По словам жителей Киликии, работы продолжаются. По предварительной информации, человеческих потерь нет. Однако повреждены несколько хлебов и одно подразрушенное здание. На некоторых учреждениях появились трещины. Толчки стали причиной паники среди населения, вследствие чего люди вышли на улицу. Жители Киликии сообщили, в результате паники двое жителей этого района выпрыгнули из окна. В течение часа зафиксировано около трех авторшоков. Фридом Хаус призвал Баку разрешить Международному комитету Красного Креста оказать необходимую гуманитарную помощь Арцаху. Организация в Твиттер призвала Баку немедленно обеспечить свободное передвижение, открыв Бедзорскую дорогу, гарантируя неограниченное передвижение людей, транспортных средств и грузов. Гуманитарный кризис в регионе лишил гражданского населения жизненно необходимых лекарств и товаров первой необходимости. Мы призываем демократические правительства оказать давление на Баку, призывая положить конец преднамеренному голоданию невинных гражданских лиц, говорится в заявлении. В связи с этим организация распространила по вчерашнее заявление Международного комитета Красного Креста. Вчера Международный комитет Красного Креста сообщил, несмотря на упорные усилия, в настоящее время он не имеет возможности доставить гуманитарную помощь в Арцах как по Берцорской дороге, так и по другим каналам, включая окна. Международная организация констатирует, что население Арцаха сталкивается с нехваткой жизненно важных лекарств, предметов первой необходимости, в том числе детских смесей. Напомнив, в последний раз организации было разрешено доставить медицинские принадлежности и продукты первой необходимости в Арцах несколько недель назад. В ответ Баку призвал МККК воздержаться от злоупотребления политической цели мандата. Правительство Западной Армении неоднократно откасало зверской политики Баку. Игнорируя все международные нормы, Баку продолжает политику геноцида, которую диктует старший брат Турция, призывая международной структурой последовать примеру Западной Армении, поддав суд на Баку на совершенные и совершаемые им преступления, которые являются средством правового, а не политического осуждения, заставив подчиниться международным правовым нормам. Адвокаты семи Гранта Динько после того, как их требования по делу об убийстве Гранта Динько не были удовлетворены и в Конституционном суде, обратились в Конституционный суд по основанию попрания права на жизнь и попрания права знать правду. Адвокаты подали ходатайство в Конституционный суд. Петиции адвокаты отметили. В содержании дела, являющегося предметом заявления, по причинам, перечисленным в данном заявлении, зафиксировано, что фальсицированные официальные документы, которые могли бы помочь выявить убийство, протоколы и требуемая информация не была направлена в суд общественными структурами. И требование собрать заявителям доказательства и выслушать публичных должностных лиц в суде было невозможно. Право знать правду имеют как общество, так и пострадавшие, также родственники и семьи жертв. Право на информирование о нарушениях прав человека и судьбе, право на извещение об обстоятельствах смерти или исчезновения по своему характеру не подлежит сроку давности. В международном конференц-центре города Циндау теперь будут постоянно представлены история и культура Армении, также информация о сфере туризма и бизнеса. В наших планах представить в павильоне туристический потенциал инновационной разработки армянского технологического сектора и сферы IT. Производители смогут обращаться в наш центр, чтобы использовать эту площадку для выхода на китайский рынок и налаживания новых связей, сообщил исполнитель директа национального центра инноваций и предпринимательства министр экономики Армении Айк Маркарян. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Музыка Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Музыка Музыка Музыка